Всем привет! Продолжаем изучать возможности спринга и предлагаю вернуться к страничкам к нашим шаблонам то как их мы можем оптимизировать до текущего момента так напомню напомню как все выглядело я работаю с Котлином но это совсем не важно совсем не важно вот так у нас выглядела страничка так, а теперь что я хотел сказать до текущего момента мы под каждый под каждый вот запрос отобрази вот эту страничку отобрази вот эту страничку мы рисовали весь код с нуля мы не переиспользовали HTML код ни разу то есть вот здесь у нас табличка здесь у нас табличка здесь у нас какой-то HTML здесь какой-то HTML общий то есть мы создавали каждый раз страниц страницы с нуля и постоянно повторялись очень часто так бывает что у нас есть повторяющиеся элементы например какой-нибудь общий хейдер или общий футер или еще какая-нибудь дополнительная секция которая нам нужна для всех страниц и вместо того чтобы все время писать с нуля естественно о нас позаботились потому что это классическая задача которая 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 подходит под принцип не повторяй себя don't repeat yourself Итак как мы можем использовать как мы можем это дело все использовать для этого создадим в папочке templates директорию тем ой fragments fragments мэнс фрагменты да и в ней создадим какой-нибудь общий общий html общий html и в нем мы будем определять некоторые некоторые атрибуты th fragment то есть мы будем писать некие куски кода которые мы хотим вставлять допустим это у нас header и здесь здесь внутри мы пишем какой-нибудь текст давайте по простому я сделаю просто проиллюстрирую возможности как это дело осуществляется это main header так теперь давайте еще воспользуемся footer 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 то есть на html не знаю в каком это пришло возможно в пятом мы пришли вот такие теги footer так fragment и допустим назовем его footer и здесь назову main footer и так теперь как в данные куски кода я могу задействовать на страничке index и на страничке lan для этого значит так заводим снова какой-нибудь div и th insert пишем и затем затем пишем откуда откуда нам это дело пришло фрагмент папка фрагмент html называется base потом ставим две точечки и указываем указываем имя фрагмента в данном случае header это вставить то есть вставить в соответствии с тегом если мы хотим тег заменить заменить да заменить там вот мы снова пишем div здесь но он у нас мы вот footer я сейчас footer определили через footer если мы хотим чтобы у нас именно footer была не вот этот div мы используем не insert мы используем replace а все остальное то же самое то есть опять fragments fragments бэйс фута все давайте я это дело скопирую теперь еще на страничку lan так чтобы посмотреть теперь запускаем и смотрим как все это дело выглядит то есть мы ожидаем на на когда мы будем вот запросы на главную страничку и на вот html name что у нас добавится добавится следующие фрагменты итак вот я запустил уже смотрим вот на главную страницу что зашел у меня main header и main footer теперь давайте я зайду на html скала то есть у меня отобратится только скала но у меня также добавится main header и main footer вот таким вот простым способом мы можем переиспользовать html код то есть мы определяем фрагменты так нет 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 мы заводим отдельную скажем так страничку в ней мы определяем фрагменты и дадим и даем им им имена внутри 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 мы что то прописываем что мы хотим видеть и затем в наших страничках мы просто вставляем insert это вставить вставить соответствие то есть видите здесь footer 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 появился footer то есть не div то есть мы по дефолту писали в div в div в div replace но у нас заменился так 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 стал footer а тут div div остался div и здесь мы вставили вставили о мы вставляем так оказывается понятно теперь как работает то есть мы вставляем tag в tag а вон оно как ясно то есть мы вставляем tag в tag тогда это не очень здорово лучше использовать использовать здесь тоже replace значит insert это ставить tag в tag а replace это заменить 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 окей зато понятно стало tags это все конечно хорошо но теперь давайте подумаем посмотрим мы используем опять одно и то же здесь мы используем табличку и здесь мы используем табличку и все одно и то же все одно и то же но здесь у нас есть какие-то параметры то есть мы теперь хотим как-то дело это переиспользовать но с параметрами но с параметрами как это можно было бы сделать давайте я вот это дело скопирую и вставлю тоже в base 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 th fragment и table 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 lan назову и здесь скобочка скобочка я укажу параметр lan вот этот параметр lan вот этот параметр lan так так теперь поехали теперь поехали теперь поехали как мы это можем заюзать div th replace 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 fragments fragments снова base и здесь мы используем я уже забыл что мы используем table lan table lan и вот здесь скобочка нам нужно указать параметры там у нас параметр назывался lan lan и чему он у нас равен вот когда мы сюда придем на эту страницу мы сюда же передаем объект лан так и пишем так и пишем обычный тайм риф лан все теперь я это скопирую и заменю вот эту табличку на вот так же здесь я тоже внедряю lan напомню вот тоже объект lan хоть он меня здесь его в единственном экземпляре но lan вот таким образом теперь давайте ммм проверим что это в действительности у нас все работает так давайте сперва на главную страницу я зайду и как мы видим все работает теперь я снова на html скала эликсир то есть вот таким образом мы можем переиспользовать ммм уже часть кода но с какими-то какими-то параметрами то есть как мы видим наши странички по крайней мере мы как минимум ммм в два раза уже сократили код потому что мы используем два раза вообще есть классическая такая история если мы что-то пишем один раз окей не страшно если два раза что-то мы пишем ну то есть какой-то кусок кода мы пишем мы мы должны задуматься о том чтобы написать какую-то функцию какую-то функцию уже не обязательно но уже но вот если мы что-то три раза используем то мы обязаны обязаны вынести это в отдельную функцию то есть в отдельную функцию обязаны здесь мы пока два раза используем то есть мы могли бы писать а могли бы не писать но по-хорошему когда вы что-то используете больше чем один раз вы должны написать отдельную функцию Так, отдельный метод, не важно, повторяющий код вы должны заменять, если используется хотя бы два раза. Так, теперь смотрите, мы сейчас рассматривали лишь отдельные элементы. Скажем так, мы не подменяли всю страницу, всю страницу мы не подменяли. Мы вставляли лишь какой-то кусок. А иногда, и очень частый такой паттерн, когда мы занимаемся отрисовкой наших страниц, нам нужен какой-то общий лайаут, так называемый лайаут, который мы используем другими запросами. То есть, у нас есть какой-то скелет, который мы используем для отображения наших конкретных страничек. Так, как он выглядит? Для этого я создам снова новую директорию, layout, layout, Ok, и в нем я создам layout. html Layout Хотя давайте, чтобы отвечалось, я изменю здесь. Layout Окей, первый шаг сделали. Теперь, теперь нам нужно... TimeLeaf по дефолту нам не предоставляет возможность layout. Нам нужно, нам нужно зайти, значит, на Mavon репозиторий и установить себе следующую зависимость. TimeLeaf layout dialect Копируем себе и вставляем. Я себе уже вставил вот в свой, в свой, в свой, в свой помп-файл данную зависимость. Вот. Сделали. Ну, чтобы это все дело у нас еще заработало, чтобы это у нас все дело еще заработало, нам нужно, нам нужно определить дополнительный бин. Мы это можем сделать в нашем главном, главном классе. То есть мы можем создать еще один. Так. Бин Function Layout Dialect Layout Dialect Task Layout 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 Так. Добавили скобочки. Вот наш бин готов. То есть он будет у нас ответственен за работу с layout. Layout У нас есть подготовка к layout. Подготовка к layout. Теперь нам нужно, нам нужно сказать, что это у нас будет вообще layout. Trash Layout И И И И Давайте подглядим Давайте подглядим Потому что запоминать все это дело нет никакого удовольствия. Так. Так. Так, так, так. Значит так, смотрим. Так, поправился. Поправился. Давайте дальше поехали. То есть что я сделал? Я пока просто Добавил namespace И Добавил Хэдер Хэдер Давайте Здесь я назову Default Дефолт Дефолт Тайтл Дефолт Тайтл Весь вот такой вот не используется необычный Тайтл паттерн То есть layout Тайтл И минус Контент Тайтл Май Ок. Ладно. Оставим пока это все Что здесь еще интересно Здесь Здесь мы также можем Мы также можем Использовать Использовать То есть в самом layout И хэдеры И Футеры Те же самые Те же самые Те же самые Здесь 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 Мы 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 Что будем делать? Мы будем объявлять еще дополнительный 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 Контент Давайте объявим Вот мы объявляем дополнительный Фрагмент Контент Давайте Так Вот эти Я удалю все То есть Допустим Мейн Мейн Контент И И И И Так И Сайт Контент Так Здесь Здесь Я удалю все Это Дело И Ставлю Своё Свои Просто Просто Сделаю Допустим H3 И Мейн Контент И Здесь Я добавлю Значит Сайт Контент То есть Вот эти вещи Мы будем Переопределять Мы будем Вот этот Фрагмент И Вот этот Фрагмент Переопределять В нашем В нашем Так В нашей Конкретной Страничке И Допустим Давайте Я ещё Добавлю Какой-нибудь Какой-нибудь Допустим H1 H1 It Uses It Uses Layout Допустим И Давайте я Style Добавлю Покажу Что Мы Можем Переиспользовать По полной Программе Наш Наш Layout То есть Вот этот Стиль Который Я сейчас Подключу Он Автоматически Добавится Color Допустим Red То есть Вот эта Вещь У нас Будет Красный 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 Так Вот мы Определили Значит Наш Layout Теперь Давайте Создадим В нашем Контроллере Какой-нибудь Get Mapping И Допустим Layout Pan Так Get Layout Назову По-простому И Он Просто Будет Возвращать У меня Index 2 Index 2 HTML Get Layout Ок Теперь Давайте Создадим Нашу Страничку Index 2 HTML Index 2 HTML Ок Теперь Давайте Снова Подсмотрим Как Здесь Предлагалось Смотрим Во-первых Прошу Обратите Внимание На Декоратор То есть Тот Кто знаком С Паттерном Декоратором Должен Понимать Что Примерно Происходит То есть Мы Используем Наш Дефолтный Дефолтный Layout И Вокруг Него Вокруг Него То есть Мы Декорируем Наш Дефолтный Декоратор Нашими Конкретными Значениями Вот Что Мы Делаем Так Я Вот Это Теперь Скопирую Страничку Страничку Я Вам Оставлю На Это Дело Так Что Тут Здесь Не Беспокойтесь Так Где Это Я Здесь Ок Layout 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 Какой нибудь Свой Кастомный Стиль Допустим И Color 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 Violet Ок Здесь У меня Будет Какой нибудь Мой Кастомный Текст Это С Классом Test И Ин Индекс 2 Индекс 2 Назову И Что Теперь Мне Нужно Переопределить Переопределить Фрагменты Переопределить Фрагменты Мы Переопределяем Через Вот Таким Простым Способом Так Сай Контент Допустим А нет Давайте я Сай Контент Не буду Хотя Ладно Давайте Сай Контент Допустим Здесь я напишу Override Override Сай Контент А Мейн Контент Останется Тем же Самым Тем же Самым Теперь давайте Все это Запустим И посмотрим Что у нас Получилось Что у нас Получилось То есть Мы ожидаем Что Что мы ожидаем Мы ожидаем Хедер Футер Мейн Контент Вот этот Который Зла И Переопределенный Сайт Контент И Поехали Итак Во-первых Это нам пришла Надпись из Лайаута Стиль Сохранился Мейн Футер Окей Мейн Хедер Окей Мейн Контент Окей И Оверрайт Пришел Но Почему-то Не пришло Так Где Индекс Почему-то Не пришел Вот этот Вот Индекс Почему-то Не пришел Индекс Почему-то Не пришел Индекс Индекс 2 То есть Я не могу Использовать Что ли Я не могу Использовать Свои я не могу использовать свои, получается. Так? Получается, что я не могу использовать свои дополнительные. Это немного странно. Это немного странно. То есть, все хорошо, в принципе. Мы видим хейдеры, футеры, мейн-контент, мы видим зауверайдженный контент, видим то, что вот этот вот пришло нам из лейаута, но я не вижу, я не вижу, я не вижу. Так, я не вижу, я не вижу. Непонятно мне немного. Стили добавились, как мы видим, да? Стили добавились. Так, стили добавились. Непонятно пока мне. Так. Ладно, пожалуй, я вас мучить не буду. то есть, основная идея, в принципе, показана. В принципе, показана. Линки я оставлю. Кстати, вот прошу заметить, здесь дефолт тайтл у нас отобразился, поскольку мы не переопределили. А, нет, переопределили. А, нет, переопределили. Тогда мне тоже непонятно. Хорошо, давайте посмотрим, как здесь переопределялся. Непонятно. Непонятно мне. Непонятно мне. То есть, здесь просто через тайтл, но я же здесь просто через тайтл у меня готова. А почему тогда дефолт тайтл? Дефолт... Почему-то дефолт тайтл отобразился. Ммм... Так, понятно стало. Понятно, что значит тот паттерн стал. Из-за того, что много было вкладок, отображался только дефолт тайтл, а тут мы видим теперь полное дефолт тайтл черточка индекс 2. То есть, что происходит? То есть, сперва лейаут тайтл берез, затем черточка, затем контент тайтл. Контент тайтл. Ммм... То есть, если бы мы вот здесь вот убрали бы, у нас только контент тайтл был бы тогда. Здесь, наверное, какое-нибудь условие можно поставить. Ммм... Ладно, не знаю, как делать условие. Не знаю, как делать условие. И вот наш индекс, индекс 2, когда мы взяли и убрали этот лейаут тайтл. окей, хорошо. Ммм... И вот здесь, вот здесь не совсем понял, но допускаю, что ммм... нельзя писать полную от себя тяну в боте. Может, конечно, я ошибаюсь. Может, конечно, я ошибаюсь, и можно добавить... ммм... Ммм... Но пока-пока-пока нельзя. Ммм... просто вставки, просто замены. Вставка – это вставить в текущий, а replace – текущий. Так. А replace – это заменить. Так. Я хотел бы еще показать, что можно, 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 можно делать еще интересного. Ммм... То есть, то есть, то есть, мы можем, смотрите, делать условия, делать условия, да? и в зависимости от условия мы можем выбирать, что отобразить. Что отобразить? Какую часть кода отобразить? Какой фрагмент отобразить? Ладно. То есть, это у нас простой вариант, скажем так, и у нас есть еще механизм лэйаутов. Чтобы лэйаутами воспользоваться, нам нужна, во-первых, зависимость, затем нам нужно определить пин, которым этим делом будет заниматься. Затем определяем наш лэйаут, лэйаут, определяем в нем те части, которые мы хотим, чтобы переопределялись. Или, допустим, части, которые мы хотим, чтобы были общие. А затем, 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 в нашей конкретной страничке мы переопределяем те вещи, которые мы хотим переопределить. Все, да, она весьма, весьма просто. Изучайте Spring, изучайте Tavlev. See you next time! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok